В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу рассказывают наши корреспонденты. В студии работает Алишер Ашимов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Купил землю, но ничего не посеял. Площадь захватили бывшие владельцы. Об этом говорили на приеме граждан с участием главы региона Кумара Аксакалова. Какие вопросы еще затронули? Взрыв газовых баллонов произошел в селе Бесколь. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. Есть ли пострадавшие? Детали через несколько минут. Историческая победа за 20 лет. Футбольный клуб «Казалжар» провел решающую игру сезона с шимкенским Ордабасы. За их баталиями наблюдали наши корреспонденты. Президент Казахстана Касымжумар Тукаев подверг критике работу ведомств, которые допустили резкое снижение запасов топлива в стране. Глава государства указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке горюче-смазочного материала, передает Акурда. Министр энергетики в свою очередь доложил о срочных мерах, которые приняли для восполнения дефицита. Так, на 2022 год перенесли срок проведения ремонта на Атраусском нефтеперерабатывающем заводе. Кроме того, проведены переговоры с Министерством энергетики России. В результате импортировали около 150 тысяч тонн дизельного топлива из соседней страны. По словам министра энергетики, в настоящее время ситуация стабилизируется. Также президент Казахстана обратил внимание на необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергии промышленности и населения, а также создания дополнительных генерирующих мощностей. Ожидается, что в ближайшие десятилетия потребление электроэнергии будет ежегодно расти. Планируется наращивать объемы за счет восполняемых источников энергии, а также газовых и гидроэлектростанций. На моей земле сеют другие. С таким заявлением, к каким области обратился один из аграриев. Он купил участок и сельхозтехнику. Приехал на поле, где уже засеяло культуры другое предприятие, а именно бывший владелец земли. К какому решению пришли во время приема граждан и с какими вопросами обращались североказахстанцы, главе региона расскажет Айгири Мукашева. История Уралбая-Сакенова как из лихих 90-х. В январе этого года предприниматель купил землю через аукцион. По документам стал законным владельцем. На деле же на своем участке аграрий еще ничего не посеял. Занято. Бывшим владельцем земли ТОО БОСИК. Пока Уралбай-Сакенов кредит закупал сельхозтехнику, экс-хозяин участок в почти 700 гектаров засеял. Мы хотели с ними заключить мировое соглашение, медиадитивное, через суд. Но они отказались, ссылаясь на то, что у них идут судебные разбирательства. И как бы протянули время, чтобы до осени это все дошло. ТОО БОСИК урожай уже собрали, а разбирательства все еще идут. Несколько раз полиция заявление Уралбай-Сакенова отклоняла. Якобы материальный ущерб он не понес. Приняли только в сентябре. Завели уголовное дело по статье самоуправства. Почему не брали в учет упущенную выгоду предпринимателя, непонятно до сих пор. Урожай сейчас перевезли в Петропавловске и опечатали. Пока идет следствие. Роба-Сакенов уже полгода не может добиться справедливости. Глава региона поручил аппарату Акимобласти взять это дело на контроль. Это практически самозахват. Так ведь? Самозахват. Имущество короткое, которое принадлежит другому человеку и использование этого имущества для извлечения выгоды. Ну, здесь это должно наказываться сразу же. Для того, чтобы не было, не получило распространения. Стоит отметить, что то, боссы кайти 700 гектаров в Казалжарском районе заложили в банк. Выкупить не смогли. Потому участок продали через аукцион. Земельный вопрос привел на прием граждан и Бермет Мустафину. 20 лет назад она передала свои паи в ТО Баянагра. Позже оно обанкротилось. Земли перешли к другому хозяйству. По итогу выплат Бермет Мустафина не видит вот уже много лет. И найти ответственных спустя столько времени не может. Хотя все документы на руках. Это был такой переходный период, когда христиане, условно говоря, шло укрепление мелких христианских хозяйств в одно организованное хозяйство в ТОО. Тогда в этом постановлении там не только, скажем, Бермет Мустафина, но там несколько христианских хозяйств объединялись в одно ТОО. Вопросом Бермет Мустафиной займется руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений. Агири Мукашева, Михаил Казначеев, Новость 7, ТРК. Почти 900 квартир сдали в Североказахстанской области с начала года. Их общая площадь составила порядка 120 тысяч квадратных метров. Это на 6,5% больше аналогичного периода. Прошлого года передает областной департамент статистики. С начала года в Северном Казахстане сдали в эксплуатацию 10 многоквартирных и 768 индивидуальных домов. Значительную часть жилья, а именно 90% построили за счет средств населения. Средние фактические затраты на возведение одного квадратного метра составили 120 тысяч 600 тенге. Всего на строительство в Северном Казахстане за 9 месяцев направили 28 миллиардов тенге. Это на 10% больше аналогичного периода прошлого года. В субботу в области выпал первый снег. На дорогах появилась наледь. По этой причине за два дня в регионе произошло пять серьезных ДТП, в которых три человека пострадали и один погиб. Подробнее о снежных выходных в материале областного департамента полиции. Авария произошла воскресным днем. За Новокаменкой водитель автомобиля марки «Ауди» не справился с управлением. Иномарка вылетела с трассы и опрокинулась. В результате погибла женщина. Как оказалось, травмы, несовместимые с жизнью, получила 57-летняя учительница из села Архангельского. Остальные трое пассажиров получили ранения, их доставили в больницу. Около 15.00 часов на автодороге республиканского значения Жасказган-Петропавловск. На 935-м километре, это между селами Бишку и Лийного Каменка, произошло ДТП. Водитель автомыши на «Ауди» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. По данному ДТП назначен ряд экспертиз, проводится досудебное расследование. Однако это не единственная авария за прошлые выходные. В областном центре на канал 102 поступило четыре вызова по фактам ДТП. Полицейские призывают водителей и пешеходов быть бдительнее на дорогах, ведь в межсезонье риск стать участником дорожно-транспортного происшествия значительно возрастает. В связи с наступлением погодными условиями гололедицы, свои транспортные средства необходимо подготовить, перекомплектовать зимние шины, без необходимости не выезжать. Сейчас погодные условия такие, гололед первый, как бы нужно привыкнуть к зимним условиям езды на дорогах. Ну и также у нас начались каникулы, родителям обратиться хотелось бы тоже. Каникулы начались, необходимо посмотреть за детьми тоже, без присмотра не оставлять, объяснять детям, чтобы не играли вблизи проезжей части. При переходе улиц убеждали, что действительно транспортное средство останавливается, действительно оно их пропускает. Всего за 10 месяцев на дорогах области зарегистрировано 151 ДТП, в результате которых погибли 28 человек, 206 получили ранения. Гюзель Закарья при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Между тем, чтобы не допустить происшествия на дороге, городские автомастерские работают в экстренном режиме. Механики трудятся круглые сутки, переобывают по 100 машин в день. Разузнала обстановку в одной из таких наш корреспондент Гюзель Закарья. Целая колонна машин выстроилась перед автомастерской. Водители ждут своей очереди. А все для того, чтобы переобуть своих железных коней. Виталий Романихин записался заранее, но даже так мужчина простоит в очереди больше часа. Впереди еще три машины. А почему раньше не меняли? Был в командировке. Я всегда только в одной, вот уже много лет. Тут специалисты хорошие, поэтому я с ними созваниваюсь, они мне говорят, когда, во сколько, а что подъехать. Без записи автомобилисты простаивают в ожидании по три часа, хотя могли переобуться в течение 30 минут еще на прошлой неделе. Тянут резину водители не по своей воле, все упирается в финансы, по их словам. Минимальная цена только одной шины составляет более 14 тысяч тенге. Еще несколько тысяч нужно доплатить мастеру. Вот каждый год вы всегда в пути меняете или бывает? Нет, бывает. Раньше, да, заблаговременно меняем резину, что это, по возможности, чтобы это уже, не создавать такой ажиотаж на монтажках. Раньше бывает меняем, да. Я поменял шины, как снег выпал. Вчера приехал на шиномонтаж в 9 часов вечера. Закончили только к 4 часам утра. Итак, с выходных мастерам приходится работать круглые сутки, не покладая рук. При этом отмечают количество автомобилей не уменьшается, а наоборот. Каждый день мы перебываем по 80, по 90, по 70 машин. То есть со вчерашнего дня, если считать, то на сегодняшний момент мы уже перебули в районе 110 машин. Поэтому, дорогие водители, у всех есть у нас интернет, телефоны под боком, гаджеты хорошие. Надо, наверное, все-таки заблаговременно перебываться, чтобы не создавать этот ажиотаж. Между тем, сменить резину на зимнюю стоит североказахстанским автолюбителям до 1 декабря. Нарушителям грозит штраф 5 МРП – это 14,5 тысяч тенге. При повторном нарушении сумма увеличится в 4 раза. Гюзель Закаря, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Два газовых баллона взорвались при пожаре в жилом доме в Бесколе в понедельник утром. В Петропавловске накануне горел коттедж по улице Алозова. В обоих случаях, к счастью, обошлось без жертв. Спасатели предупреждают население быть осторожными, в том числе и на дорогах области. Честники рекомендуют не игнорировать СМС-уведомления с предупреждением о предстоящем ухудшении погоды. К чему стоит быть готовым этой зимой, в том числе на автотрассах. Обо всем этом рассказали на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. С начала топительного периода ЧСники провели 26 тысяч подворовых обходов жилых домов. 64 тысячи человек получили специальные памятки. Но цифры пожарной статистики все равно продолжают расти. В воскресенье в Петропавловске огнеборцы ликвидировали возгорание по адресу АОЗова 82. Было установлено, что кровля ухудшенного жилого дома была охвачена полностью пламенем, а также веранда была также подверглась воздействию огня. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Предварительной причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Тревожным было утро понедельника и у жителей села Бесколь. Звонок спасателям поступил в 10-м часу. По улице Лесная 7А надворные постройки, временные сооружения, баня и гараж были полностью охвачены пламенем. Кроме того, до прибытия пожарных подразделений произошел взрыв двух газовых баллонов. Площадь пожара предварительно составила 240 квадратных метров. Причина пожара на данный момент устанавливается. Быть осторожным с огнем – не единственное, к чему призывают население спасатели. По прогнозам КАЦ Гидромета, в этом месяце ожидается снег с порывистым ветром, гололед и туман. Поэтому быть особенно внимательными к предупреждениям ЧАЭСников призывают водителей. На территории области на учет взято 396 негазоносимых участков. Прошлой зимой на них зарегистрировали 198 ЧАЭС. Вызвалили из снежного плена 850 единиц техники и более 2000 человек. Хотелось бы обратиться к жителям Северо-Костанской области, а также гостям, не пренебрегать смс-сообщением, штаммы, предупреждением об ограничении движения на автодорогах области. Зачастую выезжают на автодороги области неподготовленные, что приводит в свою очередь к остановке, к аварийным остановкам. Игнорируя данные сообщения об ограничении движения, у нас происходит на территории области скопление техники. К новому сезону созданы поисково-спасательные группы. Подготовлено порядка 300 пунктов обогрева, более 1100 единиц техники. Анастасия Кузнецова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. 7 миллиардов прививок от коронавируса поставили по всему миру. Больше половины приходится на три страны – Китай, Индию и США. В Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальте вакцину от COVID-19 получили 90% населения. В Португалии, Исландии, Сингапуре, Южной Корее, на Кубе и Чили как минимум один компонент поставили 80% жителей. При этом темпы прививочной кампании снижаются во всем мире, в том числе и в Казахстане. Первую дозу вакцины получили 8 миллионов 300 тысяч жителей нашей страны. 7,5 миллионов из них прошли полный курс иммунизации. В Североказахстанской области в день прививку ставят от 300 до 500 человек. Всего оба компонента вакцины получили 234 тысячи североказахстанцев. Что касается новых случаев. За день положительный результат теста на коронавирус получили 143 жителя Североказахстанской области. Это один из самых высоких показателей по стране. Всего за сутки в республике выявили 1395 заболевших. К сожалению, не все смогли побороть вирус. От COVID-19 за сутки скончались 18 казахстанцев. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 12 144 человек. Историческая победа за 20 лет. Футбольный клуб «Казалжар» блестяще завершил сезон. 30 октября североказахстанцы на своем поле приняли шимкенский ордобосе. И за считанные секунды до конца матча вырвали у них победу. Тем самым казалжарцы заняли четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. С победой и окончанием сезона футболистов поздравил Акимобласти Кумар Аксакалов. Смотрим сюжет. Сила воли, стремление к победе, а самое главное – уверенность в себе и своей команде. В премьер-лиге казалжары ордобосы встречаются не впервые. Обе команды в период всего сезона показывали себя с наилучшей стороны. Однако в финальной игре североказахстанцы превзошли соперников. Первый гол наши футболисты забили на 10-й минуте. Его автором стал Максим Драченко. Этот матч является решающим для обеих команд. Ведь победитель займет четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. А это значит, что в следующем году сборная встретится с европейскими командами в лиге конференции. Пока у ордобоса опережает казалжар на два очка. Сегодня победа нужна не только нашим футболистам, но и их болельщикам. Прилетел с Алматы, чтобы поддержать наших. Игра зрелищная. Думаю, что казалжар сегодня выиграет. Нам нужна победа. За своих болеем, конечно. Не за Чемкен. Я ожидаю победу. То, что будет, ну, 3-0, думаю, будет. Первый гол хорошо забили. Прожидаем эти кереметы. Всем рахмет за поддержку. Второй тайм не успел начаться, как казалжарцы забили второй гол. На 46-й минуте мяч в ворота соперников забил Карлос Фонсека. Борьба на поле обостряется с каждой минутой. Зрители с нетерпением ждут завершения игры в надежде, что наши футболисты сохранят счет. Однако шимкенцы активизировались за 16 минут до конца игры. На 74-й минуте встречи соперники забили свой первый гол, а сравняли счет на 89-й. Радоваться забитым мячам гостям пришлось недолго. Североказахстанцы, набравшие сил, бились до последней минуты и вырвали победу у Ордабаса. Итог встречи 3-2. Автором решающего гола стал Пабло Подио. Тем самым футбольный клуб «Казалжар» подарил северному региону историческую победу и занял четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. Так высоко северный Казахстан не поднимался с 2001 года. Победа! Победа, друзья! Поздравляем вас с отличным сезоном! С блестящей победой «Казалжарцев» поздравил глава региона Кумар Аксакалов. Впереди большая работа. Ребят ждут упорные тренировки, а местный стадион – масштабная реконструкция. Молодцы! Наша победа стоит очень дорого. Мы на себя взяли большие обязательства, поэтому мы будем выполнять. Поэтому есть большая надежда на Еврокубке. Правильно, да? Давайте! Большой рахмет, ребята! Достижениями своих подопечных доволен и тренер Андрей Карпович. Тяжелый сезон получился. По ходу всего сезона шли к одной цели – четвертое место. И очень рады, что получилось. Очень серьезные соперники были. Но большое желание, хорошая работа внутри коллектива. Хотел бы поздравить жителей Северной Казахстанской области с этим хорошим положительным результатом. Мы очень довольны, очень счастливы. И атмосфера, которая сегодня была, несмотря на такую холодную погоду, была шикарной. Но игра «Казалжара» с европейскими командами напрямую зависит от «Шахтёра». Если карагандинцы выиграют Кубок Казахстана, то наша команда не сможет побороться в Лиге конференции. За Кубок наш прямой конкурент будет бороться с чемпионом страны Костанайским таболом 6 и 21 ноября. Алишер Ашимов, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Областной этап республиканского турнира по казахской национальной борьбе «Жас Барыс» стартовал в Петропавловске. Более ста юных североказахстанцев соревновались за участие в нем. За поединками с эффективными бросками, психологическими напряжениями и настоящими эмоциями наблюдала и моя коллега Жанель Бесимбаева. Бодрящие крики, тактические наставления от тренеров – все эти приемы на фоне схватки мотивируют и вдохновляют на победу, говорит Арастан Ануарбек. Воспитанник спортивной школы встретился на одном ковре с борцом из Казалжарского района. Мясовая категория до 55 килограммов. Шанс у обоих спортсменов равны. Нелегкая схватка для парней завершилась в середине поединка. Превзошел соперника, уложив его на спину 15-летний Арастан. Я занимаюсь борьбой около четырех лет. Готовился к соревнованиям целенаправленно, так как уровень здесь высокий. На кону билет на республиканский турнир. Эта схватка была тяжелой. Оба были достойны победы. Наверное, поэтому наша борьба длилась практически две минуты. Очередь за борцами тяжелого веса. В категории свыше 75 килограммов участвуют всего четыре спортсмена. Первыми на ковер вышли Азизбек Алимбеков и Адиль Сайран. Представили парни городскую спортивную школу и Казалжарский район. Триумф этой встречи у Азизбека Алимбекова. Спортсмен благодаря двум частичным победам получил путевку на следующий этап. Мы долго готовились к этому соревнованию со своим тренером. Упорные тренировки дали свои плоды. Все было так, как я задумал. Были, конечно, трудности, но все же справился. Настроен только на победу. Областной этап турнира «Жаз Борис» собрал более ста североказахстанских борцов. Все они соревнуются за место в республиканском соревновании. Пройдет оно в Костанае уже через месяц. Жанель Бесинбаева, Алдия Райтпаев, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. На этом все. Муниципальный телерадиоканал напоминает североказахстанцам об обязательном ношении медицинских масок. Смотрите наши новости. Будьте всегда в курсе событий. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»